Большой привет всем любителям огромных советских тяжелых оппозитных мотоциклов С вами Паштет 2.0 и это Стыринный Формат Сегодня мы поговорим про установку днепровских поршней на мотоцикл Урал Небольшая предыстория Почему же мы все-таки решили, ну мы с моим другом Алексеем Решили все-таки в его зеленый Урал засунуть днепровскую поршню В общем дело было так Мотоцикл ездил, ездил, как бы особых проблем не было Но тут начал филонить правый горшок, то есть цилиндр Померив компрессию мы поняли, что у нас разница в 2 очка В левом цилиндре у нас 8 очков, в правом 5 Соответственно цилиндр филонил И встал вопрос о замене цилиндропоршневой Но ставить обычную цилиндропоршневую было как-то скучно И моему другу взбрела в голову идея С подачи Евгения Выковского, то есть с его роликов Мы нашли группу ВКонтакте, Кировская разборка Но она называется не так, но не суть Мы искали оригинальные, то есть советские днепровские поршни Современные поршни, они льются из чего попало И тепловое расширение у них очень большое Поэтому мы искали оригинальные поршни Потому что советский алюминий, он сделан из нормального алюминия Тавтология, прошу прощения И тепловое расширение у них в правильных пределах То есть мы поршню нашли, все хорошо, но она оказалась то ли нулевого, то ли первого ремонта А цилиндры у нас уже были с небольшой выработкой Мы себя немножечко накололи, поэтому пришлось купить наводильные цилиндры Как правило, наводильные цилиндры по качеству раз на раз не приходится И в данном экземпляре у нас произошла такая неприятная ситуация Дренажный канал для стока масла из головки цилиндра с полости рокеров У нас подтекает, то есть там запрессована трубка в сам цилиндр И она опрессована, судя по всему, с неправильным натягом В общем, из нее течет масло прям на улицу В общем, сейчас я буду этот момент тоже устранять Попробую воспользоваться керном Ну, мертвым керном Оно идет на конус Попробую развальцевать эту трубку Может быть, это маломайски поможет Попробую обойтись меньшей кровью И таким образом устранить течь Но если же не получится, придется снимать такие цилиндр И выпрессовывать эту самую дренажную трубку И запрессовывать ее уже с герметиком Я вам сейчас расскажу, что вас будет ожидать во время установки Что нужно сделать, чтобы избежать наших ошибок Которые мы непосредственно допустили Я вам расскажу, где сколько нужно снять Потому что вот сколько роликов в интернете есть Даже тот же Евгений Буковский Он снимал, как он устанавливал днепровские поршни Но он не сказал, где сколько чего снимать И вот в интернете реально роликов дофига И никто не говорит, где сколько нужно снимать И вот на своем не очень удачном опыте Я вам покажу и расскажу, что нужно сделать И где снять, сколько снять, ну и так далее В общем, хорош ля-ля Погнали! Вот так у нас выглядит вся вот эта картина Вот он, днепровский поршень Чувствует себя здесь вообще прекрасно То есть у него имеется тепловой зазор Но на вскидку, как по мне, это более-менее чем нормально Вот у нас как выглядит оригинальный днепровский поршень Метнулся к своему хорошему знакомому Одолжил у него Как обычно, 4 кольца Все дела Ну это, понятное дело, поршень новодел В общем, суть такова Как засунуть эти поршни вот сюда Ой, простите, пожалуйста Высота юбки у ураловского поршня, конечно же, меньше И, соответственно, как мы решили этот момент Мы просто обрезали поршень вот посюда То есть убрали вот эту юбку полностью Соответственно, 4 маслосъемное кольцо тоже пошло нафиг На самом деле, тут решайте сами То есть оставлять его вам или убирать Мы решили убрать А чтобы его оставить, вам придется, естественно, подгонять это дело все по месту И вот делать здесь вот такую выборку Чтобы юбка поршня не доставала до коленчатого вала Это довольно-таки трудоемкая процедура Но вполне осуществимая Если вы хотите сохранить четвертое кольцо Вы можете сделать так Просто сделать здесь выборку Соответственно, надо будет еще это дело подгонять по весу Чтобы поршни весили одинаково Мы тоже этот момент доводили до ума Переходим к размерам Ну, вообще делалось все на глаз По видосам И снималось лишнее мясо вот до тех пор До вот этих пор То есть, сохраняя вот эту высоту Вот И вот этот угол Просто снималось мясо вот До сих пор До сюда Я тут штангенциркулем померил Получилось 8 миллиметров И теперь о том, какие ошибки мы совершили А мы совершили следующую ошибку Мы не сняли мясо с вытеснителя Ой Блин, айфон перегрелся Выключил подсветку Засранец Ой, что-то совсем все заплохело Надо снимать мясо здесь 3-3,5 миллиметра Мы этого, соответственно, не сделали И у нас степень сжатия на цилиндр 13 с лишним очков Это, конечно, чуть-чуть многовато И как раз от тех самых побочных эффектов Если не снять вот здесь мясо Появилась детонация На низких оборотах на четвертой передаче То есть, едешь 40 километров в час Врубаешь четвертую И если оборот слишком низкий Если мотор идет в натяжку То появляется детонация Вот такие неприятные стуки Такие тык-тык-тык-тык Как будто поршень достает до головки Но на самом деле там все нормально Даже если не убирая вытеснитель Не снимая с него мясо Он никак не достает То есть, это было все проверено Осмотрено и так далее Главные критерии для установки Которые я рекомендую Снимать вот это кольцо Массосъемное кольцо Убирать, урезать юбку Вот прямо вот посюда Здесь мы выбираем Сохраняя угол 8 миллиметров 8 миллиметров То есть, вот досюда получается Снимается И снимаем мясо 3-3,5 миллиметра С верхушки Конечно же, степень сжатия будет поменьше И детонация, соответственно, уйдет Но по идее, чтобы ушла детонация Сюда уже 98-95 бензин надо заливать Когда мотор не под нагрузкой Детонации нету Все работает хорошо, прекрасно Так, по моим субъективным ощущениям Такая степень сжатия дала прирост мощности Примерно с 36 лошадей до 40 Примерно до 40 Вот реально вот Мощность поднялась очень хорошо Прям офигенно Я вам, конечно же, вставлю фрагменты Как токарь обтачивал все это дело Вы это все увидите Субтитры сделал DimaTorzok Собственно, как-то так Собственно, что я сюда и полез Вот, вот та самая дренажная трубка Вот здесь вот посадка слабая И вот здесь вот, соответственно, она и бежит Вот там снаружи Вот тут все мокро Вся ножка мокрая Так, сейчас я руки протру Оно все капало на боковуху Вот так вот И по ней все это дело стекало Прямо на асфальт Ну, так, последний раз ездил На дальняк Мотор хорошо прогрелся И на асфальт вытекло примерно Ну, не знаю Примерно миллилитров грамм 300 Не меньше То есть, постоянно уровень масла убегает В общем, вот такие вот дела Сейчас дам айфону остыть И вернусь к вам А между делом, пока примерял керно Здесь оказывается все хуже, чем я думал Вот, если будет видно Она гуляет прям вообще Будь здоров Так Наведись-ка сюда О-о-о Ёкараный бабай То есть, сейчас существует опасность Что если я начну развальцовывать Она уйдет вовнутрь А если же и не уйдет То когда я начну вытаскивать Вот это вот убитое керно Я ее могу вытащить с этой втулкой Но это будет даже в какой-то степени на руку Я все это дело помажу Герметиком И просто запрессую обратно Аккуратно Ну, сейчас Попробуем Отступать уже некуда Сейчас вот прям вот при вас попробую Так Достать бы теперь А, нет Не помогает Она как болталась Так и болтается Твою дивизию А-а Ощущение как не помогает Вот теперь надо как-то это дело достать Ну что гейферный захват Выручай в очередной раз Вот таким вот образом Я это делала сейчас и достал Так, что же делать Что же с тобой делать-то Что ты, твою дивизию Есть, конечно, еще один колхозный вариант Я сейчас просто Вымою отсюда все масло И просто промажу герметиком Вот прям здесь В принципе, эта трубка Она не несущая часть самолета Она держит саму себя И по идее Это должно помочь Сейчас буду пробовать Раз уж я рядом Так, честно говоря, неохота цилиндр снимать Пока мест Ну ладно Сейчас буду вымывать отсюда масло Так, я думаю Заглушить это дело тряпочкой Лишним не будет Чтобы В мотор спирта не набежало Так Надо будет запихать так Чтобы потом можно было, конечно же, вытащить Так, сейчас аккуратненько засуну Так Аккуратненько, аккуратненько Так Потом просто саморез вкручу Прямо в тряпку И таким образом все это дело вытащу Так Прекрасно Мне нравится Ну что, поехали Так Еще разок А, блин, всю руку себе облил Так Надо хорошенько это дело обезжирить Чтобы герметик схватился Меняя кусок тряпочки Постоянно чистый Надо подсовывать Так Ну все Сейчас буду мазюкать В общем, вот так вот я все это дело Замазюкал Сейчас попробую вытащить саморезом Использую внешний свет Потому что айфон у меня Перегрелся в очередной раз Так Да Не очень Чтобы очень Ладно Достанем по-другому Так Все Вот этот вот Заглушечку мы Далой Так, что у нас тут А, блин Много снял Много снял Так Надо запомнить Все эти полости Мажем герметик на палец Вот так вот Чуть-чуть пожирнее возьму И вот таким вот образом Сдвигая в сторону Наношу Оп 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 Самое главное Чтобы не закупорилось Отверстие Ну что ж Я думаю этого более чем достаточно Сейчас лишняя тряпочка Я аккуратненько уберем И будет все красиво И культурно Самое главное Внутрь не залезть Так Берем вот так вот Оп Сейчас подправим Так Оп Все Теперь надо дать Этому делу засохнуть И все будет у нас Красиво И прекрасно По крайней мере Я на это надеюсь Сейчас покажу Крупнее Если подлезу Конечно Вполне все аккуратно И красиво Воу-воу Вот так вообще Прекрасно видно Ну все Все-таки Да В общем Оставлю я его так На сутки И потом уже Соберу Возьмите Возьмите на заметку Для тех У кого тоже Будет такая же Проблема С новодельными Цилиндрами Вот как можно По дешману И легко лишь Решить вот Вот эту проблему С течью Из дренажного Отверстия Ну то есть Канала Пока что Сто процентный Этот способ Я не могу Рекомендовать После того Как я Прокачусь Проверю Я оставлю Закрепленный Комментарий В котором Дам Отчет О том Работает Вот это дело Или нет Пока что Не могу Сто процентов Рекомендовать Ну я думаю Оно и имеет Месту быть От цилиндра Поршневой Мы с вами Уже поговорили Теперь Следует Поговорить О карбюраторах Ну так Обобщенно В общем В нашей конфигурации У нас Не было Родных Жиклеров Главных Топливных Ну то есть У нас Один остался Второй потерялся Ну так Получилось И тут Естественно Еще вам Небольшой бонус По сути Как Можно Установить Китайские И главное Отчего Жиклеры На наши Карбюраторы К-65 К-68 И так далее То есть На Скажем так На Касиковскую серию Главный Топливный Жиклер У нас Сейчас Стоит От Карбюратора Кёйхен Так Секунду У меня не Кабита От Кёйхен ПЗ-30 И от Карбюраторов ПВК Если мне не Изменять память Они тоже Подходят Они с нашими Жиклерами Резьбы Совпадают Полностью Вот 112 Жиклер У нас Стоит В данном Случае Он Чуть Больше 190 Поэтому С Опущенными Доталово Иглами Оно Еще Более Менее Работает Если 190 Жиклеры Там Не Доталово Придется Иглы Опускать А Ну Там На Предпоследнее Деление Скажем так То В данном Случае Мне пришлось Опускать Все Иглы Доталово И Только Тогда Я добился Нормального Нагара В Промежуточном Режиме Если Вам Карбюратора Я Вам Сейчас Покажу Как Это Сделать В данном Случае Стоят Жиклеры От Кёйхин ПВК Мы Покупали На Алиэкспрессе Ремонтные Жиклеры Скажем так То есть Разного Номинала Там От 30 Чуть Лени До 50 Там Размерности Вот Собственно Вот Данный Жиклер У нас Размерностью Сейчас Скажу 32 Чего Это Значит Честно Говоря Хоть в упор Не помню Вот Оригинальные Жиклеры Холостого Хода Они Размерностью Совпадают С 45 Там 50 Примерно Китайскими То есть Вот у нас Как-то так Вот сразу Видно Разница В диаметре Честно Говоря Для Данной Конфигурации Этих Жиклеров Даже Оказалось Мало У нас На самом Деле Был Подсос Воздуха Между Стык Карбюратор И цилиндр Поэтому Все работало Как попало Но Жиклеры Мы уже Изготовили И установили Поэтому Сейчас Пока Стоят Вот эти Регулировки Конечно Практически Вталово Но Оно Настроилось Вот В таком Положении Винта Качество Смесье Оно Все-таки Настроилось И Как же Изготовить Жиклер Изначально Он Выглядит У нас Вот так То есть Понимаете Да Вот Сравниваем С Жиклером Оригинальным Ну От Вот Этого Карбюратора Ну Я думаю Теперь Понятно Все В общем Что Делается Сейчас Я уточню Размеры Секунду На наших Карбюраторах Диаметр Резьбы М5 Шаг Не Подскажу У меня К сожалению Измерителя Шага Резьбы Нету А на Китайских Карбюраторах Тут Резьба М6 Тоже С таким же Шагом Абсолютно То есть Он Совпадает Значит Что Делается Зажимается Вот Это Дело В Дрель Шуруповер Вот Прямо Вот Так Вот Главное Не перестараться Потому Что Жиклеры Латунные И они Очень Мягкие В общем Вот так Это дело Все Зажимается И На второй Скорости В данном Моменте На шуруповерте Стачиваем Надфилем Или Напильником Вот Эту Резьбу Вот Прямо До Сюда Потом Не Снимая С дрели Шуруповерта Мы Берем И Нарезаем Резьбу М5 Соответствующим Шагом Конечно же Потом Вот Эта Часть Просто Отпиливается Но Тут Главное Не Переборщить И На глазок Прикинуть Отмерить То есть Главное Вот Эту Часть Ни В коем Случай Не Спилить Иначе От Жиклера Толку Не Будет Никакого Абсолютно То Есть Вот Так Вот Это Дело Спиливается И Все Резьба Нарезается И устанавливается Все это Дело Вовнутрь Это Вот Информация Для тех Кому Может Вот Кто Задавался Вопросом Как Вообще Установить Инородные Жиклеры В наших Карбюраторах Потому что На наших Размерность Неизвестная И Какая там Пропускная Способность Какой там Диаметр Хренову Пойми Маркировок Вообще Никаких Нету То есть Не поймешь С Алиэкспресса Просто заказываются Регулировочные Жиклеры Вот Их Много 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 То есть Выбрать Потренироваться Есть из чего Тут Конечно же Жиклеры Еще С карбюраторов Но Не суть Вот Кстати Еще Опытный Образец Я пробовал Нарезать Резьбу Не зажимая В дрель Шуруповерт И Получилось Вот То что Получилось Жиклеры Очень нежные И Поэтому Вот Крутил Отверткой Даже Правильной Отверткой С правильной Битой То есть Оно Все подходит Идеально Но Оно Все равно Сломалось Не выдержало Аналоги Вот К нашим 190 Жиклерам Если Наши Добытии Нереально Вот 112 От Кехен ПЗ30 Или ПВК Но Честно говоря На ПВК Не помню Какие Жиклеры Могу Честно говоря Обмануться ПЗК 112 И меньше Там Может 110 Какие Там Бывают Соты Вот Они Будут Подходить Потому Что 190 Наш И 112 Китайский Это Абсолютно Разные Жиклеры По Диаметру Они Не Совпадают Метрики У нас Честно говоря Другие У нас У китайцев Они Свои В общем Замена Есть Аналоги Есть Все Подходит Правда Вот Это С доработками Но Как Показала Практика Это Все Жизнеспособно И Это Все Работает Продолжение следует Искренне Надеюсь Что Эта Информация Была Кому То Полезна Если Есть Какие То Нюансы Уточнения Пишите Естественно В Комментарии Обсудим Уточним Решим Что Как Где Я Может Где То Ошибся Где То Что То Не Так Сказал У Мне Еще Честно Говоря Тяжело Получается Складывать Слова В Кучу Поэтому Стараюсь Как Стараюсь Ну Вот Собственно И Оценивайте Комментируйте Не держите В секрете От друзей И Всем привет Из солнечного Абакана